МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня вторник, день добрых дел на радиоболтком. В эфире традиционная программа «Зеленая лампа» о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И ведут ее сегодня Ольга Авдевич, я Рита Трошкина, и с нами сегодня Екатерина Фролова, актриса, наша любимая актриса Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова. И многие наши радиослушатели и читатели наших сайтов, конечно, хорошо знают Екатерину, Катю. И хотим подчеркнуть, что в четырех сезонах она была названа зрителями театра лучшей молодой актрисой сначала, а потом лучшей актрисой. И вот сейчас мы будем с ней говорить о том, как она живет сегодня. Добрый день, Катя! Здравствуйте! Добрый день! Мы где вас поймали? Вы меня поймали, простите, ради бога, да, в укромном месте, где я могу тихонечко, без шума посидеть. Я в машине. Я не еду, я соблюдаю все правила безопасности. Я стою на месте и общаюсь с вами. А расскажите, Катя, почему именно вам пришлось искать это укромное место, чтобы без помех побеседовать с нами в эфире? Ну, поскольку в моей жизни произошло одно замечательное событие, волшебное. У меня родился сын. Вот, ну, сейчас уже взрослый, можно так сказать, год и девять. Сколько? Год и девять? Очень взрослый. Год и девять месяцев, да. Но он очень активный, и, конечно же, когда ты находишься дома, ни минуты покоя нет, тем более тишины. Ну, он, наверное, тоже хотел бы поучаствовать в программе. Дадим ему в следующий раз. Я думаю, с удовольствием он бы участвовал, да, но в следующий раз, я думаю, пусть подрастет. Кать, ну вот четыре года назад, 1 июня 2017 года, у нас была сладкая ярмарка, которую проводила «Зеленая лампа», и вы в ней играли такую ведущую, можно сказать, роль. То есть рестораны Риги и Юрмалы готовили тортики и пирожные, а мы их продавали, чтобы собрать денежки на лечение двух маленьких девочек. Николь из Елгавы и Богданы Буткины из Риги. И вот позвонили, думали, что же нам такое придумать. Позвонили Кате, и Катя мгновенно согласилась, пришла и встала лично за прилавок, продавала, то есть актриса, ведущая актриса, да, встала за прилавок и продавала пирожные. И тогда мы собрали нужную сумму денег. Это было прекрасно, и, мне кажется, в этом только хорошее я вижу, потому что если мы можем каким-то образом помочь, то это чудно. А на этой неделе наша программа помогает, мы можем немножко помочь. Дело такое, как бы сказать, срочное и очень серьёзное. Мы помогаем пятимесячному малышу. Малыша зовут Валтер Сримша. Он живёт в Саласпилсе, даже не сам Саласпилс, а Саласпилский новац с родителями. И ему очень нужно срочно провести операцию на глазках, просто для того, чтобы спасти глаза как орган. У него очень сложный диагноз, сложное отслоение сетчатки, и у нас врачи в Латвии не имеют опыта нейрохирургии. Не только в Латвии отказались и врачи в Германии, и в Израиле взять его. Чтобы работать с таким сложным случаем. И наши офтальмологи связывались с разными клиниками в разных странах. Только в Израиле один доктор вроде бы согласился взять, но он взрослый хирург. И абсолютно случайно они нашли в интернете старую статью из журнала «Ева», которая была в архиве. И там был рассказ про мальчика, которого зовут точно так же, Валтерс, которому после нескольких операций вернули способность видеть. И вернул зрение ему доктор Дискаленко. Они начали в гугле его искать и нашли, что этот доктор возглавляет отделение микрохирургии глаза в Петербурге, в детской клинической больнице. Чудом попали на срочную консультацию, несмотря на то, что там не только со всей России, со всего мира страшные очереди. Но у Валтерса срочный случай. До года нужно успеть сделать эти операции, чтобы просто сохранить глазки. И повторная операция уже 22-го числа ему нужно ее делать. На один глаз, 29-го на другой глаз. И если первую поездку в Петербург родители оплатили сами, из денег, которые они откладывали к рождению малыша, то сейчас им нужна помощь. Необходимо собрать 4 тысячи евро, чтобы оплатить эти операции. И в благотворительном фонде BeOpen открыли счет, подключили телефон. И вот такая вот акция День добрых дел на радио Болтком. В течение недели этот День добрых дел будет помогать маленькому Валтерсу. 930-6384. Евро 42 за звоночек. И напоминаем, что на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» подробный рассказ, реквизиты помощи и фотографии чудесного малыша. Да, и чудесная семья, молодые родители. В субботу они покрестили мальчика. И вот буквально им через неделю нужно ехать. То есть на Лиге они уже должны быть в Санкт-Петербурге. Кать, Катя Фролова у нас сегодня в гостях, помогает нам включать «Зеленую лампу». Кать, вот недавно состоялось у вас такое событие, знаковая премьера нового спектакля, который называется «Мама». Давайте про это. Очень мало информации у нас есть. Расскажите нам все, что можно. Как сейчас вообще происходят премьеры? Как их готовят? Это очень непривычно. Это просто происходит очень непривычно, поскольку мы привыкли видеть в зале зрителя, сейчас, к сожалению, в данных обстоятельствах это невозможно. Надеюсь, что скоро это станет возможным. Поэтому так называемая наша премьера, она прошла 27, 28, 29 мая. Режиссер спектакля «Инара Слуцкая». Она режиссер и актриса Национального театра. Я думаю, что она достаточно известный человек. Она была гостьей нашей программы тоже. Вот, замечательно. И автор пьесы Ася Волошина буквально вчера я прослушала интервью у вас на радио с ней. Ханов, да, если я не ошибаюсь? Денис Ханов ведет программу, да. И вот, то есть она буквально у вас тоже недавно была в эфире, что приятно, безумно было и для меня неожиданно увидеть это интервью. Я его буквально вчера прослушала. Да, она автор пьесы «Мама». Она современный драматург. Ей 36 лет, она даже младше меня. Из Петербурга. Эту пьесу, на самом деле, это такая долгая, достаточная история. Я постараюсь, если это интересно вкратце, просто взять такое предисловие. Поскольку я ушла в декрет, и я понимала, что мне надо как-то возвращаться, и хотелось как-то вернуться в работу сразу, поскольку долгое время я не работала. И я начала, пока была в декрете, искать какой-то материал. Но поскольку, когда маленький ребенок, очень мало времени остается на себя. И у меня есть замечательная моя подруга, и однокурсница Елена Муравьева, с которой мы учились в Петербурге. Она, собственно, сама из Москвы, живет в Москве. Это человек, который очень много читает, очень много видит, знает и смотрит, и вообще разбирается в театра, даже, так сказать, в культуре. И следит за событиями, какими-то происходящими в этой области. Я попросила ее помочь мне в этом смысле найти какой-то материал. Это может быть или монопьеса, или какая-то малонаселенная пьеса, но чтобы там была какая-то работа и для меня. И мы долго с ней пересылали друг другу туда-обратно разные пьесы. И так сложилось, что она мне говорит, ну это прочти. Но поскольку не было пьесы в интернете, ее никак нельзя было найти. Это пьеса «Мама», так она и называется. И так совпало, что Юрий Бутусов, если вы помните, я не знаю, он приезжал сюда и читал эту пьесу сам. У нас была читка этой пьесы, причем читал ее Юрий Бутусов здесь, в Риге. И мне не удалось попасть, к сожалению, на эту читку. Но был мой коллега Саша Маликов, и была Ася, там присутствовала сам автор. Я попросила Сашу Маликову, ты не мог бы подойти и спросить, можно ли как-то достать текст. И он подошел, спросил, и она говорит, да, конечно, напишите мне в Фейсбуке. Я ее нашла в Фейсбуке. Видите, здесь Фейсбук творит чудеса порой. Мы с ней списались, и она мне выслала пьесу. Я ее прочла еще раз. Потому что до этого мне Лена рассказывала об этом и так далее. И все, я в нее влюбилась, в этот материал, потому что он, конечно, бездонный. Это сейчас я уже могу сказать по прошествии премьеры. То есть для артиста это просто находка. Ну, а в двух словах. Это счастье. Расскажите, приоткройте. Радиослушателям, о чем он спектакль? Мама, это кто там? Что это за история? Это мама. Ну, это история, история девушки уже, девушки, у которой умерла мама. Но перед тем, как умереть, мама ей писала письма. Сейчас прямо рассказываю, и как это у меня становится. Она писала ей письма. Она умерла, когда ей было 4 года, дочке, этой девушке непосредственно, от лица которой идет рассказ. И каждый год бабушки ей отдавали на день рождения по одному письму до 28 лет. То есть мама умерла в возрасте 28 лет. И до этого возраста, пока она не достигла этого возраста, она каждый день рождения свой получала письмо от мамы. Катя, а кого вы играете? Это вообще монопьеса. То есть главная героиня вы и есть, да? Да, но у нас в спектакле еще замечательные артисты, потому что это было в условии Нары. Мы когда разговаривали с Нарой, она прочла пьесу, она говорит, мне все нравится, но у меня одно условие, что там должны еще быть другие артисты. То есть там есть две бабушки, папа и замечательная маленькая девочка. То есть контекст такой есть, да, еще? Да, это так здорово, потому что я не устаю повторять, я так рада, что мы все вместе, а не я одна, поскольку, во-первых, у нас прекрасная команда сложилась, у нас была абсолютно чудная атмосфера на репетициях, и я очень счастлива, что все так получилось. И у нас есть девочка, да, маленькая, 10 лет, Серафима. Она просто бриллиант. Мне не хочется просто раскрывать весь сюжет спектакля и, собственно, пьесы. Более того, Нара общалась с Асей лично, и Ась специально для нашего спектакля она дописала две сцены, которых нет непосредственно в пьесе, и которых нет, соответственно, в других спектаклях, которые были поставлены по этому материалу. А когда же мы сможем увидеть это все? Я надеюсь, что... Вот информация есть такая, что с 15 июня разрешено работать театром, но мы, поскольку сейчас в отпуске, до 1 июля, пока репертуар неизвестен до конца. Но я думаю, что в июле или в августе, ну, и дальше, в сентябре, в октябре, если ничего не изменится, и я надеюсь, что ничего не изменится, то можно будет увидеть. Мы играем этот спектакль на площадке «Ораторио». Не у нас, не у нас в театре. А это... Ну, наверное, вы знаете это место. Давайте расскажем радиослушателям. Это «Ораторио». Это Рэзия Калмэня, замечательная актриса, режиссер. Вот она открыла такую... Такую площадку, скажем так. Арт-площадку. Арт-площадку, да. Я думаю, что там не только спектакли, драматические там и концерты проходят, и будут проходить, я надеюсь, сейчас, когда немножко все поутихнет. Вы знаете, так интересно в нашей программе, в «Зеленой лампе» переплетаются какие-то сюжеты из жизни наших героев, которым мы помогаем, из наших гостей, и сюжеты из какой-то творческой деятельности наших гостей. Вот вы рассказали про спектакль «Мама», что у главной героини умерла мама, да. И мама нашего вот малыша, которому мы помогаем, и зовут Кристина. И когда мы спрашивали, ну что же такое, почему у мальчика эти проблемы со зрением, она сказала, что они сдают генетический анализ, но они не могут выяснить до конца, потому что ее мама умерла, когда вот сама Кристина была еще совсем маленькой. Поэтому до конца они выяснили, вот такой вот какой-то сюжет, что жизнь очень непредсказуема иногда. Непредсказуем. Да, заворачивает какие-то такие спирали и пересечения. И вот, конечно, главная героиня у нас даже не… Главный герой не сам маленький мальчик, а мама Кристина, да, которая, ну, любая мама может представить, что чувствует женщина, когда ее новорожденному, практически долгожданному любимому малышу ставят диагноз, что он будет незрячий. Вот. Но, к счастью, медицина идет вперед, сейчас новейшие технологии, и вот эта клиника нейрохирургии глаза, еще мы рассказываем об этом, потому что, чтобы, может быть, у кого есть проблемы, чтобы люди знали, куда обращаться. Вот они тоже, родители сказали, что напишите, пожалуйста, чтобы, ну, просто люди знали, потому что мы долго искали, куда вот обратиться. Или смириться с тем, что все, вот, ребенок будет незрячий, никаких шансов, да, или искать варианты. Вот эта клиника, детская клиническая больница и микрохирургия глаза, доктор Дискаленко, он творит действительно реальные чудеса. Наш телефончик, мы напоминаем по традиции, 9306384, 1 евро 42 цента за звоночек. И там еще такой момент, если говорить о чудесах, ну, это не чудо, наверное, но тоже какой-то вот знак, как они считают. То есть вообще выписали, когда из роддома Кристину с малышом, все было хорошо. Вообще никто не заметил, что у него проблемы со зрением. Ну, просто ничего. И через буквально несколько недель дома у него вдруг поднялась большая очень температура высокая. Это были выходные, накануне выходных. И они вызвали скорую, не знали, что делать. И скорая увезла маму с ребенком в больницу. И уже там, в больнице, когда его лечили от температуры, от простуды, обнаружили, врач обнаружила, что он не видит. То есть если бы не вот эта ситуация, еще неизвестно, когда бы поставили диагноз правильный. А нужно было все это делать мгновенно и стремительно, потому что, когда они попали в Санкт-Петербург, вот буквально у них была консультация, и на следующий день врачи сделали сразу первую операцию малышу и сказали, что еще чуть-чуть, и глаза вообще нельзя было бы спасти, потому что очень сильное давление буквально там вредило. Каждая минута была на счету. Так что здесь, вот можно сказать, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, можно сказать, повезло. Ну и сейчас тоже есть шансы. Не обольщаются родители, что все будет прям прекрасно, идеально, но шансы, конечно, есть, и они очень в это верят. 9-3-0-6-3-8-4. Наш телефон, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю до следующего вторника для пятимесячного Валтера, для пятимесячного малыша, который живет с родителями, живет и растет с родителями в Саласпилсе. А гость нашей программы, актриса Екатерина Фролова, которую зрители не видели на сцене давно, уже и даже не столько из-за пандемии, а потому что она еще перед пандемией ушла в декрет, и теперь есть у нее замечательный сын. Катя, скажите, что изменилось в вашем восприятии жизни с появлением ребенка? Вы знаете, очень много. То есть жизнь как-то перевернулась, потому что теперь вся моя жизнь, она посвящена и крутится вокруг вот этого маленького человека. Это прекрасно. Конечно, иногда не хватает времени на себя, и хочется и отдохнуть, и выспаться, но это несоизмеримые просто ощущения, когда ты на него смотришь, и с ним общаешься, играешь, и думаешь, что, боже мой, ну выспишься ты еще когда-нибудь. Ничего все. Ничто не сравнится. Абсолютно, нет, никаких, наверное. И, конечно, вот вы сейчас рассказываете про пятимесячную, и в меня это попадает. Раньше, конечно, я тоже очень всегда переживала и так далее, но когда у тебя есть, собственно, ребенок, просто у тебя какие-то ценности, они становятся, ну они меняются, наверное, так скажем, и ты по-другому реагируешь. Я сейчас стала очень сентиментальной, и у меня сразу подступают слезы. Я не могу, потому что ты все время находишься, то есть ты все время все равно так или иначе переживаешь за своего ребенка, чтобы с ним все было хорошо. И это уже навсегда. Поэтому мне очень хочется, да, чтобы у Валтерса все было хорошо. И если есть такой шанс, его обязательно нужно использовать. Если мы можем помочь, то мы поможем все. И я надеюсь, что все будет в порядке. Я понимаю родители, которые очень переживают. И это правильно, надо искать любой шанс, потому что надежда умирает последней. И бороться надо всегда. И верить в то, что все будет хорошо, потому что ни в коем случае не допускать никакой плохой мысли. Только думать о хорошем, и что все получится. Абсолютно согласна. Я желаю от всей души им, чтобы все у них получилось. Абсолютно согласна с вами. С каждым словом спасибо большое, Катя. Сейчас у нас небольшой перерыв на пару минут на рекламу, потом мы продолжим наш разговор. Сейчас я перезвоню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Сегодня мы помогаем пятимесячному малышу Валтерсу и Саласпилса собрать денежки на очень срочную операцию на глазах, чтобы спасти зрение. Операция состоится в Санкт-Петербурге, в детской клинике Санкт-Петербурга. И сумма, которая нужна, это 4 тысячи на 2 операции, на 2 глазках, чтобы просто сохранить ему глаза. 22 июня уже назначена первая операция, 29-го, следующее. Телефон 930-6384, евро 42 цента за звонок, работает всю неделю для малыша, пятимесячного малыша Валтерса. Наша гостья сегодня актриса Екатерина Фролова. Мы закончили в первой части разговор на детях, остановились. Катя, вот у вас очень много знаковых ролей, которые и помнятся годами, то есть помнятся долго. И вот сейчас спросить любого нашего, наверное, зрителя, да, они назовут ваши знаковые роли. Но хочется сейчас спросить о детских спектаклях. Вот у вас есть роли в детских спектаклях. Это, во-первых, роль Ёлочки, да, была такая роль Лиса, да, наш любимая, маленьком принце. У меня была роль Иды в «Проделках Эмилия». Моя одна из первых ролей, я только пришла в театр, буквально прошло, если я не ошибаюсь, полгода. И Вадим Гроссман, наш артист и режиссер, он поставил спектакль «Проделки Эмиля», где Евгений Черкес играл Эмиля, а я играла его сестру Иду. Это была тоже прекрасная работа, я до сих пор вспоминаю, мы смеемся, как мы это делали. Это был очень красочный, хороший спектакль. А для детей надо как-то по-особенному играть. Детские спектакли чем отличаются от обычных? Вы знаете, мне сложно сказать, мне кажется, что вот детей ни в коем случае нельзя обманывать, вот это самое главное. Потому что если, они же, если им не интересно, и они не будут слушать, и их ничем, ты не заставишь их сидеть на месте и смирно, и слушать. Детей надо все время заинтересовывать, и в спектаклях в том числе. Конечно, они, первое, на что, наверное, реагируют дети, на картинку, на красивую картинку, свет, декорации, костюмы, на сюжет, разумеется. Конечно, если они постарше, дети-то разные, именно возрастная категория детей могут прийти и пятилетки, или там придет одиннадцатилетний подросток, ребенок. Да, это разные вещи. Но мне кажется, их всегда надо заинтересовать, им должно быть интересно. Если детям не интересно, они не будут ради, как сказать, ну, потому что они воспитанные дети, они не будут сидеть и молча слушать. Ну, по крайней мере, долго не будут. Им должно быть интересно. Нет, они не высидят, конечно. И поэтому, как правило, детские спектакли, они, ну, если даже это два акта, то эти два акта, они по 30 минут, допустим, или там по 40 минут. Почему в школах уроки, допустим, по 40 минут, а не больше? Потому что внимание тоже у детей, оно не держит внимание определенное количество времени. Катя, а у вас есть воспоминания детства какие-то? Как вас вот мама приучала к театру? Какие, вы помните, спектакли? Я помню, что мы с классами ходили. Мы ходили в кукольный театр с мамой. Когда я училась в школе, там уже были такие массовые походы с классным руководителем. Я помню, конечно, как мы тоже сидели в зале и вели себя не очень хорошо, мягко говоря. Не заинтересованы были? Особенно было, когда уже старшая школа, самое мучительное было, когда мы шли на Чехова или на Гоголя, на какую-то классику, и нам потом говорили, вот вы не будете слушать, а вам каждому надо будет написать потом изложение или сочинение на эту тему. И вот я помню вот эти ощущения, когда все сидели, думали, ну как же, нам же надо все-таки послушать, посмотреть, потому что потом уже надо написать сочинение или изложение. Ну, это, наверное, потому что это школа, это какая-то была обеззаловка, что ли. Не знаю, наверное. Хотя потом я ходила, я помню, например, чудесный спектакль «Каштанка», который я посмотрела, будучи уже достаточно во взрослом возрасте. И мне очень, я до сих пор Оля Никулина об этом рассказываю, она меня впечатлила. Честное слово. А если... Да. То есть мои родители, они меня специально не водили в театр, потому что никто не думал о том, что я поеду в Петербург и закончу театральный институт и буду актрисой. А как так получилось? Немецкий язык учила. А как так получилось? Судьба привела? Нет, я просто попала... Я, по-моему, рассказывала уже много раз везде об этом. Но сначала это был КВН, потом это была театральная студия Виктора Янсена. И все. И все. Судьба, судьба. И потом... Катя, а ваша мама... Ваша мама педагог и даже директор школы. И вдруг вот вы так легкомысленно решили уехать в Петербург, стать артисткой. А каково вообще быть дочерью директора школы и как она реагировала? Слушайте, быть дочерью директора школы, я вам скажу, это не сладкая жизнь. И как многие, может быть, считают. Поскольку я все время училась в школах, где преподавала моя мама... Нет, за исключением до шестого класса я училась в школе, где преподавала моя мама. Она еще не была тогда директором. Но это когда твои родители знают каждый твой шаг. Моя мама... Она знала мою оценку, например, за какую-то контрольную или диктант. Что такое? Первее меня. То есть, если это было не очень хорошо, она уже приходила с таким настроением, мол, ну и что? Это ответственность. Потому что ты не можешь подвести маму, которая работает в этой школе. Ты должна соответствовать. Потому что если ты... Как это ребенок-педагога, там плохо учится или плохо себя ведет. У меня все время было вот этот груз ответственности на плечах, что я должна... Из тебя спрашивают больше. Это миф какой-то, что детям педагогов делают поблажки. Нет, им очень тяжело. Им очень непросто. Это я могу сказать по своему опыту личному. А потом я перешла просто в немецкую школу и уже я как бы была от мамы далека. Я имею в виду не в одной школе, да, просто... Но там не повезло моему брату. Потому что всю свою сознательную жизнь он учился под присмотром мамы, да. Я помню, когда они прогуливали уроки, ему просто мама звонила и говорила, а ты куда едешь? Ну, потому что они наврут, что они в военкомат там или куда-то им надо. Он говорит, домой. Она говорит, а что они в военкомат? То есть там полный... То есть мама в курсе всегда была. Ну, мамы плохого не научат все равно, это понятно. Кать, а вот если бы вам была дана возможность снять какую-то сказку, сделать фильм или спектакль, или озвучить для своего ребенка, вы что бы выбрали? Какие сказки у вас любимые? Ну, знаете, сейчас, конкретно сейчас для его возраста я даже не знаю, потому что его сейчас больше интересует визуальная картинка, наверное, нежели чем содержание, какое-то музыкальное оформление. Не знаю, мне кажется, доктор и болит, ему мог бы понравиться. Мы читаем с ним, ну, во всяком случае, я пытаюсь ему читать, но нам нужны обязательно сейчас книжки, в которых очень много иллюстраций, потому что если там текст, то ему неинтересно. Ну, вот, и тараканища мы читаем, Чуковского, и, в общем, и так далее. Но в основном сейчас я ему читаю, но он рассматривает картинки, и ему интереснее, чтобы я ему объясняла, вот, что это усы, а это таракан, а это медведь, и так далее. Но мне кажется, детские спектакли, они очень нужны, и, ну, опять-таки, вот «Маленький принц», если мы будем говорить о детских спектаклях, да, каждый же там, в каждом возрасте видит своё, и я не могу назвать его абсолютно детским спектаклем, потому что приходят взрослые и плачут, потому что это попадает. И я думаю, что сейчас, опять-таки, в силу тех обстоятельств, тех событий в моей жизни появления ребёнка, я опять-таки по-другому бы уже, может быть, даже и играла. Наверное, сложно, но я имею в виду внутреннее, да, какое-то... Внутреннее наполнение. Наполнение, переосознание каких-то, да, вещей. Тогда традиционный вопрос ваша любимая цитата из этого спектакля, из «Экзупери». Ну, это... Ну, мы в ответе за тех, кого приручили, наверное. Она очень... Она очень ёмкая. Она глубокая в ней. Или зорко одно лишь сердце. Зорко одно лишь сердце. Глазами не увидишь. Да, прям произношу. Давно, видимо, мы так играли, я так соскучилась, у меня мурашки побежали. Да, очень хочется вернуться наконец, увидеть полные залы. Это... Да, наверное, говорю за всех своих коллег. Потому что мы очень соскучились. Понятно, что сейчас очень сложно строить планы. Вот говорят, что живите здесь и сейчас. Но, в принципе, всё равно какие-то мечты, какие-то планы, какие-то намерения же существуют. Вот что у вас сейчас происходит, скажем, в плане, может быть, работы, съёмки, озвучки, репетиции? Расскажите, как вы живёте. Нет, сейчас в театре, непосредственно в театре сейчас отпуск до начала июля. Но у меня были съёмки, вот сейчас снимается здесь у нас... В Латвии, на самом деле, очень много снимается кино. Для меня это, конечно, так... Я просто не знаю. Меня редко как-то приглашают на какие-то кастинги, но вот сейчас я узнаю у своих коллег, которые мне рассказывают, что они снимаются там и там. И я снималась сейчас в нескольких эпизодах в фильме «Еврей» в Лепые. Более того, мой сын тоже снимался. А что это за эфир? Так сложилось. «Еврей» — это режиссёр Дмитрий Фикс, российский режиссёр. Там в главных ролях Артур Смоленинов, Иван Добронравов и Аглая Тарасова. Это времена Второй мировой войны, то есть после, послевоенное время. Батайск. Ну вот, я как бы не могу разглашать, видимо, каких-то других вещей, поэтому... Да, и с ним съёмки происходят в основном в Лепые, поэтому мы с Марком ездили, Марк — это мой сын, мы с ним ездили в Лепые на четыре дня. Вот у него был первый опыт. А Лепая играет роль какого городка? В Лепые там, в принципе, у них очень много локаций. Батайск. Батайск — город. Да, да, да. То есть события происходят. Да, ну там, конечно, всё очень здорово сделано, потому что... Ну, то есть ты попадаешь как будто действительно в то время, в ту атмосферу. Художники потрясающие будут. Афуры, я не знаю, как они в кино называются, я по театральным терминам сейчас, театральными терминами говорю. И, скорее всего, у меня в августе и в сентябре будут съёмки у Инара Колмана в фильме «Матэспенс», где Майя Довэйка играет главную роль. Мы встречались с моим партнёром Алексеем Горбуновым и сценарий непосредственно. И вот предварительно на август-сентябрь пока точно неизвестны даты, но есть такая договорённость. Надо же, как у вас символичное название, спектакль «Мама» и фильм «Матэспенс». «Материнское молоко». Да. Ну и озвучка, да, она так или иначе появляется. Кино или реклама записать, да, это присутствует, слава богу. Ну хорошо, что всё-таки не застыло, не стоит, всё не заморожено, а хоть что-то происходит. Это вселяет какую-то оптимизму. Надежду. Ну и в театре же происходили репетиции, и то есть мы же вот спектакль выпустили, мы его подзаморозили до того момента, когда театр откроется, и мы сможем что-то новое показать нашему зрителю. И это мне тоже кажется важно, потому что процесс шёл внутренний. Когда ты долго не репетируешь, ну это же как любая машина, которая долго стоит, она потом немножко ржавеет. Катя, а ещё вы несколько лет участвовали в Алмирском театральном фестивале, да? А что, скажем, этим летом, есть какой-то план у этого фестиваля? Насколько я знаю, что фестиваль состоится. Тоже вот как бы хорошая новость. Да, он будет. Так, я слышала. Я боюсь соврать, но слышала, что он будет. Да, я с самого начала, я три года участвовала с Карлисом Кроменьшем. Ну, поскольку они, наверное, приглашают, я не знаю, как сейчас, то есть меня-то звал режиссёр, то есть Карлис Кроменьш меня звал участвовать в своих спектаклях, которые делались в рамках Балмирского театрального фестиваля. И таким образом я туда попадала три года подряд. Именно с Карлисом Кроменьшем мы делали все три спектакля на латышском. И там тоже были спектакли, рассчитанные на детскую аудиторию, да, у вас? Два спектакля были детских, и один был, ну, я не могу сказать, что он был детский. Да, но два спектакля были, да, абсолютно рассчитаны на детей, и это было очень забавно, потому что один спектакль игрался во дворе, просто во дворе многоэтажного дома. Ну, на этом был построен сюжет, да, во дворе. А второй спектакль детский специально мальчишки сами строили. В лесу такой штабик, ну, помните время, когда делали штабики в лесу, какие-то домики и так далее, какой-то бункер такой вот. Да, и мы играли в лесу, то есть там было все, для детей стояли специально оборудованные лавочки, чтобы они могли сидеть. Очищена была территория, построен вот этот сам штабик. Это было очень интересно, поскольку, ну, такой нетрадиционный, да, театр, то есть ты на сцене, зритель в зале. Это такое было, я бы сказала, даже больше, наверное, интерактивное такое общение. Ну, очень, для меня, в принципе, это я люблю экспериментировать, я люблю ставить себе какие-то задачи, которые нужны, или барьеры, которые нужно преодолевать, поскольку это было на латышском языке. Да. Катя, вы были, да, были первой актрисой, русской актрисой, которая получила награду Латвийского союза театральных деятелей. Этот приз имени памяти Лилиты Берзини, да? Берзини, да. Да. В принципе, ну, это такое было событие, в театральной жизни. Для вас это была неожиданность. Как вы вас приняли? Ну, конечно. И за какую роль что это было? Ну, вы знаете, мне кажется, он дается не за определенную роль. Вот Спелл Манинакт, наша премия, да, они выдвигают тебя в номинации за какую-то определенную роль, там, второго плана, за главную роль и так далее. А вот именно этот орден они дают не за роль, а как-то, я даже не знаю, как это, ну... По совокупности заслуг. За достижения. Ну, мне просто, когда про себя говорю, мне кажется, что я, ну, как сказать, ну... Не дослужилось, достижения еще впереди. за которые дают орден... А что случилось? Так, у нас потеря связи с Катей, сейчас мы, наверное, попробуем ее просто набрать по телефону, какие-то проблемы со связью в зуме. Екатерина Фролова, актриса Рижского русского театра на связи с нами, а мы должны обязательно озвучить итоги прошлой недели и поблагодарить от всей души и передать низкий поклон нашим радиослушателям, нашим читателям, нашим коллегам, которые поддержали акцию прошлой недели. На прошлой неделе мы объявили акцию «День добрых дел» на радио «Болтком». Помощь нужна была Василию Лопатину, Рижанину, это взрослый мужчина, отец двоих детей, случилась беда, онкологическое заболевание, и при его конкретном онкологическом диагнозе препарат, который может его спасти, это препарат называется Кейтруда, не оплачивается, не входит в список компенсируемых лекарств в Латвии, и огромная сумма нужна была для того, чтобы этот годовой курс можно было начать и гарантированно, беспрерывно, чтобы Василий получил, и за неделю для Рижанина Василия Лопатина было собрано 20 917 евро, и сделано 1489 звонков на сумму 1860 евро. Это огромная сумма, это даже приблизительно по общей сумме, которая была собрана, потому что дочки Василия Лопатина объявили сбор средств и в социальных сетях через своих друзей, и на данный момент на этот годовой курс получилось даже на 10 тысяч больше, но это значит, что Василий может получить не с интервалом в 6 недель, как врачи поставили ему схему лечения, потому что, ну, в целях экономии, потому что лекарство очень дорогое, а даже дополнительно с интервалом раз в 4 недели, и очень семья, ну, реально со слезами на глазах, благодарит и передает всем низкий поклон. Спасибо всем большое, и с нами сегодня вела программу, включала зеленую лампу актриса Катя Фролова, сейчас у нас немножко оборвалась видеосвязь, но мы на телефонной связи. Катя, вы слышите нас? Да, к сожалению, что-то такое с техническими какие-то проблемой получились, но у нас осталось еще несколько минут, мы благодарим вас и хотим просто попросить вас сказать что-то очень важное нашим радиослушателям, которые так давно вас не видели и не слышали. Во-первых, я хочу сказать, что я желаю терпения, удачи и всего хорошего родителям Валтерса, чтобы они в том случае не отпускали руки, только верили в лучшее. все будет хорошо. Это первое, что я хотела сказать. А второе, мы безумно ждем встречи с нашими зрителями. Очень. И мы надеемся, что в скором времени мы вас увидим, ваши глаза, ваши лица у нас в театре, в нашем зале и мы наконец обменяемся с вами энергией. И мы очень ждем, правда, очень ждем и мы очень соскучились. Так что, дорогие друзья, если у вас будет возможность, как только театр откроется, наши двери открыты и мы ждем вас с потерпением. А в остальном я желаю всем просто здоровья, потому что если будет здоровье, будет все остальное. И хорошего дня. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы вам тоже желаем здоровья, радости, удачи во всех ваших проектах, вдохновения и маленькому Марку вырасти знаменитым артистом, потому что уже вот у него карьера началась очень рано, да? Ну да. Кино-карьера. Кино-карьера. Спасибо вам огромное за приглашение и я желаю всем удачи. Спасибо. До свидания, Катя. Всего доброго, до свидания. Мы помогаем пятимесячному Валтерсу из Саласпилса оплатить необходимую ему срочную операцию на глазах в детско-клинической больнице в Санкт-Петербурге и реквизиты для перечисления помощи опубликованы на нашем сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Там у нас есть и фотографии родителей, и фотографии малыша, и подробная история, и реквизиты для перечисления. Да, и посмотрите на эту фотографию, это очень трогательно. Правда, мы были у нее в костях, ездили познакомиться с этой семьей, и малыш очень жизнерадостный, несмотря на такое тяжелое заболевание, врожденное, фактически, получается, с глазками проблема. Он все время улыбается, он очень такой живой. Нам очень понравился этот мальчик, и мы хотим очень-очень, чтобы у него сложилось все нормально, чтобы операции прошли удачно, чтобы родители не нервничали так, и не теряли свое здоровье, и пусть все будет хорошо. И наша программа подошла к концу. Еще раз огромное спасибо всем, кто слушает, кто читает, кто может откликнуться, кто может сделать звонок, или просто пожелать доброго здоровья тем, о ком мы рассказываем, и для кого это очень важно. Вели программу Ольга Авдевич, Рита Трошкина. С нами была сегодня актриса Екатерина Фролова. И День добрых дел на радио Болтком для Валтерса будет продолжаться целую неделю, телефон работает для него до следующего вторника. Всего вам доброго и до новых встреч. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком программа Зеленая лампа. А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон и подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-6-3-8-8-0. Вплата за звонок 1 евро 42 цента. Гастрономе с 14 по 20 июня предлагает широчайший ассортимент мяса. Все о мясе для гриля, удовольствия и здоровья. Ждем вас! Гастрономе Рига Красто-68А Читайте на сайте mixnews.lv Королева Елизавета Вторая назвала причины, по которым могла бы отказаться от престола. Эксклюзивные материалы MixNews Как провести собрание жильцов во время ковид, рассказывает эксперт. Самое обсуждаемое на MixNews На этой неделе Латвию ждет жара до плюс 33 градусов. Просто интересно! 5 продуктов КОНЕЦ